и снова друзья всем привет сейчас мы проходим специальный мануальный массаж и переходим к массажу рук масло тут нужно буквально капельку покрываем всю руку с этой стороны и будем соответственно работать рука будет в этом в этом положении вот в этом положении в этом положении три уже получается 4 вот такое положение 5 вот такое положение начинаем сходное положение лучше голову в другую сторону повернуть так же как я вам говорил все движения идут от конечностей от периферии к центру в сторону сердца а зона делится наоборот ну спину считать мы уже сделали да вот была зона 1 зона дельтообразных мышц 2 зона 3 зона 4 зона 5 зона пальцев 6 то есть зоны идут обратно последовательности а движения все в сторону центра значит растираем все сразу целиком продольно вспоминаем то что мы делали с ногами в принципе все повторить повторяется поперечный растираем и пошли по зону здесь у дельты пучки отдельные передний средний задний и прямо так отдельно мы их растираем и за пучок отдельно разминаем вот оттуда из-под ключицы внимаем эту мышцу разминаем ее поперек и продольно второй пучок разминаем поперек и продольно третий пучок разминаем поперек и продольно потянули и потянули его все вместе поскручивали теперь бицепс также моего если неудобно до вмешать кушатку можно положить себе на коленку и так вот его проработать достаточно удобно получается опять размяли его поперек и продольно вытягивали теперь трапецию ой прицепс также растерли размяли поперек растянули и продольно растянули можно подложиться под логоток здесь суставы локтевые подробно проходим каждую косточку участь три косточки здесь здесь и вот здесь прорабатываем большим пальцем сухожилие вот так вот оттягиваем и по всей синтрицепсу вводим вверх руки как им говорили уже любят скручивания давайте масло сначала обмажем мягкие плавные движения достаточно приятное движение всю руку смазали теперь начинаем скручивать от запястья до локтя и до плеча это мы скручили мышцы а теперь будем суставы скручивать берем за запястье и в разные стороны теперь елкоть и плечо туда-сюда с натяжением то есть это рука натягивает развернули руку вот сюда над лопаткой если локоть локоть опускается видеться нужно придерживать животом например здесь мы упираемся к мультурной точке вот между мизинцем и безымянным пальцем и прорабатываем заднюю дельту потом вот сюда поставили палец между костяшками да и среднюю дельту между указательным и самым длинным пальцем вот этим поставили и перейдем дает вот прям оттуда мы ее вытягиваем и распрямляем потому что когда они укорочены эти мышцы бывают то плечо прям упираются в стол и у человека получается некрасивая осанка человек стоит как бы вот плечами вперед суту лица надо его распрямить эти мышцы подбили локоток и аккуратно положили здесь соответственно также начинаем с зоны проработали трицепс потянули его бицепс условно так же как с ногой делим все пополам визуально да на внутреннюю часть обрабатывать внутреннюю часть медиально и внешне латерально также прорабатываем и вытягиваем все эти мышцы потом скручиваем все сразу как помните крапивка такая в детстве была многие делали да похоже до движения это я начинает самое интересное сухожилия которые к запястью подходит мы продольно растираем большим пальцем а кулаком поперек получается ладони вот такое перпендикулярное движение далее большие вот эти бугры мышечные бугор марса бугор венеры кулаком по раздавливаем и я полностью говорю про прием курина лапка где вот все косточки расходятся в разные стороны и также ставим сюда на сухожилия наши пальцы удобно ложатся между его пальцами на перепонки и вот как раз мы все их вот так вот разжимаем может вот так покажу здесь чтобы было видно одновременно во все стороны расширяется переходим на меня корпус на эту сторону смазываем пальчики то еще не были смазаны и начинаем их массировать зажав между костяшками в двух плоскостях вот здесь такой плоскости и вот такой плоскости достаточно жесткого сжимаем ну чтобы по одного пальца будет делаться сразу вот по два по два пальца в этой плоскости в этой плоскости в этой плоскости в этой плоскости внизу пальцев можно хотеть еще пос поскручивая сюда скручивали теперь вставили ладонь вот так вот и вот так получается все пальцы у нас вот раскрылись раскрываем ладонь на себя и вот где начинают пальчики расти разминаем вот эти вот суставы в середину ладони и как я вам говорил да все у нас акупунктурно тело человека проецирует самого себя на себе же многократно получается здесь тело человека вот это ноги это руки это голова и по складкам получается вот эта вот область нижнего таза область брюшины область грудины ну сюда уже получается шея и череп условно если мы эти точки прожимаем мы так или иначе попадаем на какие-то внутренние органы и толсток кишечка идет по центру вот прям прожимаем если больно для нас это сигнал что значит проблема в толсток кишечнике если не больно то хорошо и вообще массаж рук оказывается достаточно приятный редкого люди делают но тем не менее когда получают такой массаж они прям вот кайфуют тебе как нормально кайфушечку понимал вот теперь пальцы берем и как вот удерживаем их по одному теперь все вместе расшатали и отпустили и отпустили и вторая рука как бы ловит вот если хотим крутить костяшками да то заходим вот сюда через один палец и заворачиваем вот сюда на эти косточки вот сюда и такой резко встряска теперь через один палец сюда перенесли и завернули теперь вот в эту сторону и встряхнули так то есть надо чтобы удар был такой охлесткий можно конечно и по одному пальцу проработать да вот делаем рычаг такой и нажимаем тут вниз за фалангу за этот вверх получается у него уже разменал теперь у того все три сустава захватываем вот таким тремя пальцами и полусогнутый до сюда раскрутили можно и по отдельности каждую фалангу конечно достаточно резкие такие движения чтобы прокрутить всеми суставами большой палец он отдельно откуда образуется хруст сразу забегаю на второй вопрос хочу ответить хруст это феномен дело в том что внутри же нету воздушной среды у нас в организме а вдруг распространяется мы знаем только по воздушно-газовой среде соответственно что это такое на самом деле откуда возникает такой щелчок вот две косточки стыкуются да они образуют между собой сустав хрящик между ними да и покрыты они полностью капсулой суставной в которой содержится синавиальная жидкость она достаточно плотно там все облегает да и поэтому сустав он как бы получается вечно потому что даже между хрящиками всегда образуется щель который хорошо видно на рентгене и они не касаются друг друга и хрящи эти да то есть практически не изнашиваются то есть сустав по идее должен быть вечный но высыхает эта жидкость да потихонечку начинает соприкасаться ну и так далее по поводу процесса износа сейчас не буду говорить но это уже артрит начинается да так вот как образуется хруст мы же все что правим это сублюксация то есть подвывихи как-то у нас неудобно повернулся в суставе там косточка да и у нас пропала мобильность пропала функциональность функциональность какой-то сочленение допустим плечо не поднимается выше там да или там палец не загибается сюда должен ложиться на ладонь большой палец полностью должен ложиться на ладонь например не хватает этого вот этого подвижности да так вот что мы делаем мы разорвали сочленение у них внутри развернули и вставили обратно сустав да то есть надвернули вставили получается расширили суставную сумку но поскольку вакуума в организме нету идет процесс кавитации из жидкой фазы синавиальная жидкость переходит сразу же в газовую фазу да потом мы состыковали и она из газа моментально переходит в жидкую фазу в другое фазовое состояние по сути получается это вот такой звук если медленно слушать а мы слышим ускоренно что это вот такой щелчок поэтому что получается сустав он как насос он должен за жизнь даже за день многократно расшириться сжаться расшириться сжаться для этого полезны всевозможные гимнастические упражнения полезные йоги полезной растяжки ну а соответственно если человек этим не занимается то мы за него уберем и щелкаем вот этими суставами чтобы их напитать то есть это полезно получается так все мы дергали пальцы до переходим к запястью захотели запястья плотно вот так вот и сам сустав по сжимали ответим там пружинит как бы теперь у нас осталось институт мы разминали а вот это не разминали теперь с этой стороны размере запястье саму вот прямую вдоль локтя завернули вот сюда максимально и в противоположную сторону внутреннюю вот на разворот теперь по 90 градусов загнули доворачиваем вот в ту сторону ведь в разные стороны вращаются я прижимаю вот эту точку между к этому пальцем и теперь в противоположную сторону прижимаю и вот она вот все мы размяли и теперь осталось лимфодринаш устроить берем обоими руками ладонями это будет выкачиваем кровь из его ладони так несколько раз покачали придавили плотно прижали и тянем дальше плотно придавив к столу все вот эти волну подмышечную впадину и прямо вот туда ныряем локтем сразу захватили запястье и то же самое проходя еще разок опять ныряем вот туда либо как мы помним течет медленно поэтому делаем все найдено ну и напоследок еще кулаком можно раздвигая фасции как у своими костяшками мы раздвигаем фасции и туда успокаиваем теперь он когда все прокачали да не прошли то как и с ногами заканчивая тем что просто прошли то лицо вот это вот всю руку да провибрировали протрясли ее и опустили вниз успокаиваем теперь руку так вот вращаю его внутрь одна рука остается на локте вторая подхватка плечо движение продолжается потянули немножко на себя можно если есть желание с упором в плечо растянут все связки сухожилия и укладываем исходную позу переходим к следующей руке а если вы нас смотрите хотите обучиться классному массажу за которым приходят люди от которой остаются все довольны то приходите ко мне олег аллаф гуден вас всему научит дорогие друзья оси си махалай